В 1818 году немецкий профессор Барон Карл фон Дресс, изобретатель пишущей машинки и мясорубки, запатентовал первый двухколесный самокат, который он назвал машиной для бега. В патенте, помимо прочего, использовалось название велосипедия, что в переводе с латыни означает быстрая нога. Самокат был двухколесным, снабжен рулем и выглядел в целом как велосипед, но был без педалей, а рама была деревянной. В английском и французском языках изобретение назвали дрезиной в честь изобретателя. Именно в честь создателя самоката специальную железнодорожную тележку называют дрезина. Сам самокат стали называть лошадкой для дэнди, так как на них передвигались в основном дэнди, другими словами модники и пижоны. Однако его изобретению предшествовало далеко не желание развлечься. Изобретая транспорт, профессор Дресс руководствовался вполне рациональными идеями, пытаясь заменить лошадей, которые либо умирали от голода, либо их убивали, чтобы добыть мясо и шкуру. Всему этому предшествовали наполеоновские войны и так называемый год без лета. До сегодняшнего дня 1816 год остается самым холодным годом с начала документирования погодных наблюдений и был вызван крупнейшим вулканическим извержением в истории человечества вулкана Тамбары в 1815 году. Взрыв вулкана был слышен в двух тысячах километрах к северо-западу, а его извержение породило глобальные климатические аномалии, включая такой феномен как вулканическая зима. Холод привел к катастрофическому неурожаю, а цены на зерно взлетели в 10 раз. Начавшийся голод и смерть лошадей вероятно всего и стали катализатором для поиска нового недорогого транспорта. Во время своей первой поездки 12 июня 1817 года профессор Дресс преодолел 13 километров менее чем за час. Сконструированный почти полностью из дерева самокат весил 22 килограмма, имел латунные втулки, колеса с железной ковкой, тормоз задних колес и 6 дюймов трейл. Именно этот вынос оси поворота относительно пятна контакта позволял уверенно управлять велосипедом на скоростях, используя стабилизирующий эффект кастера. Этот эффект знаком каждому водителю и велосипедисту. При выходе из поворота достаточно приотпустить руль и он сам будет возвращаться в ровное положение. Этот дизайн самоката был очень удачным. Вскоре было построено несколько тысяч экземпляров, в основном в Западной Европе и Северной Америке. Почти сразу идея была подхвачена и другими. Наиболее известный из них был Денис Джонсон из Лондона, который сделал более элегантную изогнутую раму велосипеда, что не только улучшило вид, но и позволило увеличить диаметр колес. При этом ездок сидел на той же высоте. Технология с увеличением диаметра колеса нашла свое воплощение и спустя почти 200 лет. Благодаря маркетинговым навыкам Джонсона и некоторым усовершенствованиям, самокат Джонсона стал поводом для увлечения и моды в лондонском обществе. Наездники быстро стирали подошвы обуви и популярность быстро сошла на нет, когда частично из-за увеличения количества аварий некоторые городские власти начали запрещать его использование, а сами ездоки получать штрафы.